Добрый день! С вами Ольга Канунникова. И сегодня мы будем опять с вами делать цветок. Но хотелось бы мне показать вам другую технику, которая называется ганутель. Я далеко не профессионал в этой технике, но очень-очень давно, когда начинала работать с цветами, я пробовала делать цветы в технике ганутель. И сейчас хочу просто показать вам, возможно, вы возьмете эту технику и будете использовать ее по-своему. Итак, примерно у нас должно получиться вот что-то нечто подобное. Этот цветочек будет состоять из пяти лепестков. Здесь вот я сделала уже три лепестка. Я сейчас вам расскажу, как я их делала. Смотрите, они достаточно такие, похожи на ювелирные. И, в общем-то, здесь сложного ничего нет, хотя работа такая вот, достаточно кропотливая. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится обычная металлизированная вот такая блестящая ниточка, но это для вязания. Она тоненькая, сплетенная серой, это серый, с металлизированной серебряной ниткой. Еще нам понадобится обычная проволока, но достаточно тонкая. Здесь вот 0,2 миллиметра. Берем на один лепесток, вот, где-то метр тридцать проволоки. Вот, отрезаем ее и берем, берем нашу нитку. Нам нужно для лепестков сплести вот такую металлизированную нить, то есть внутри здесь вот проволока. Как это делать, я сейчас показываю. То есть мы берем проволоку, мы берем нитку, складываем их вместе, кончики вот так. Теперь немножко закручиваем, где-то в пределах одного сантиметра, складываем вдвое. Еще скручиваем кончики, вот, вот таким образом. И начинаем просто вот так крутить. Вообще используют приспособление для кручения нитей, для того, чтобы сделать нит. Называется он спиндель. Или шпиндель, кто как, вот, ну, или С, или Э, или Ш. Первая буква. Это типа, вот, когда придут ткань, придут нитки, пряжу, да, это вот что-то наподобие такого приспособления. Но я здесь делать буду вручную. В принципе, здесь вот ничего такого сложного нет. Видите, я пока с вами разговариваю, вот у меня уже такая проволочка уже сплетена. Здесь главное, вот, берем немножко, вот, какой-то промежуток, допустим, пять сантиметров. И очень хорошо скручиваем правой рукой, а левую держим. Далее следующие, следующие пять сантиметров, следующие пять сантиметров. И таким образом мы полностью всю нашу проволоку должны скрутить. Теперь немножко о технике ганутели. Ганутель, техника появилась очень далеко от нас. На Мальтийских островах и изобрели ее монахини. Они делали цветы и различные украшения в этой технике. И украшали монастыри. Делались эти украшения из серебряных или золотых нитей, либо посеребренных, либо позолоченных. И использовали опять проволоку. Проволоку, имею в виду, использовали золотую или серебряную, или посеребренную, позолоченную. Что касается нитей, то они также были либо золотые, либо серебряные, либо это был шелк, естественно, натуральный. И так, кончик, вот, смотрите, остался. Мы таким же образом его так скручиваем немножко, вот, оставляем где-то один сантиметр в конце. Вот. И таким образом у нас получилась вот такая проволока. Вот. То есть вы знаете, что это получилась у нас металлическая проволока. Теперь нам нужно ее скрутить так, чтобы получился вот такой лепесток. Для такого лепестка мы берем ту же самую, ту же самую проволоку. Вот. А вообще можно взять проволоку потолще, но мы берем такое же, где-то длиной сантиметров двадцать. Стригаем ее. Вот. Вот она у меня, видите. В серединку мы... Я в серединку буду закладывать вот такую бисерину. На мне подошла по цвету. И мы ее просто надеваем вот по центру. По центру нашей проволочки. И чтобы нам ее сделать вдвое, мы еще с одной стороны вот прокладываем, вот где-то, чтобы сантиметр-полтора на краешек у нас выходило. И с другой стороны второй хвостик. Чтобы сделать нашу проволоку потолще. Почему я не могу? Можно сразу взять, конечно, толстую проволоку. Но дело в том, что тут тоненькое, очень-очень тоненькое отверстие у самой бисерины. И вот даже вот я четвертую вот, считаю, проволочку туда-сюда проталкиваю. И уже очень с трудом ее проталкиваю. Вот. И так вот у нас получилась вот такая основка, которую мы будем использовать как серединку нашего цветка. Вот. Видите? Теперь берем нашу проволоку, кончик проволоки. И прокручиваем вот буквально вот у... С одной стороны нашей бисерины. Теперь идем прям по бисерине в другую сторону. И вот так, чтобы ровненько лежала нить. И ее прокручиваем с обратной стороны. Раз. Вот. Видите? Закрутили. Скрутили ее. Просто вот так обернули. И опускаем по другую сторону. Вот. Наши бисерины. То есть с этой стороны здесь обогнули. И с этой стороны опять обгибаем ее. Вот. И поехали. Теперь наша проволока ложится прям на тот виток, который был до этого. Вот. То есть прям по этому витку. Мы накладываем нашу новую нить. Также обворачиваем ее. И идем с другой стороны по следующему витку. Вот. Прям накладываем на следующий виток. Также обворачиваем один раз. И идем с другой стороны. Вот что у нас получается. Опять идем по витку. Обворачиваем. Идем с другой стороны. Ровненько. Обворачиваем. И в принципе, вот здесь главное соблюдать аккуратность, чтобы расправлять все наши витки от одной половинки и другую половинку. Это вот такая, один из способов плетения лепестков и листьев. В принципе, вот в срединку необязательно вставлять бисер. Это просто я тут вставила. Захотелось вот мне бисер ставить, такой большой бусин. Можно вставить несколько мелких бисерин. Можно вообще даже ничего-то, ничего не вставлять. Просто начать крутить немножко, вот, открутить небольшой промежуток. И потом уже начать вот такие круги и вот центр оставить, скажем, такой дырочкой. Это тоже вариант, тоже так делают. Но это я вам потом покажу. Сейчас вот это первый наш цветок. Можно сказать, он первый для меня, потому что я уже этим не работала в технике гнутель очень-очень много лет. И даже первый раз, когда я ее пробовала, этого было буквально несколько, там, 2-3 цветочка, не больше. А сейчас немножко вот поднадоели цветы из шелка, цветы из кожи. Захотелось что-то новенькое. Поэтому вот эта вот гнутель, думаю, немножко разнообразит наше творчество. Кстати, вот такие вот вещи можно же делать, как срединки цветочков, например, цветочков из кожи или цветочков из шелка. Вполне можно делать даже вот такие срединки. Да, сделать их не такие вот овальни, как я делала, а сделать их просто кругленькими. Это тоже вариант. Вот, смотрите, что у нас получается. Уже достаточно неплохо получилось. Здесь надо просто буквально вот каждый вот виточек вот так вот подправлять, расправлять, расправлять. И класть каждый виточек прям близко-близко к предыдущему. Но не всегда можно, опять же, это только один способ. Можно очень много способов плетения. Сейчас, если вам понравится, вы мне напишите, и я вам покажу еще множество других способов. Потому что гонутель – это не только такая проволока, это еще и спиральные цветочки. В общем, вы увидите, если кто заразится. Я вам далее расскажу, каким способом можно делать и другие цветы. Вот, смотрите, каждый раз, вот, когда вы собираете какой-то лепесток, да, и вам надо несколько лепестков одинаковых собрать, вам обязательно надо смотреть. Вот, подходят они, вот, вот, видите, вот этот вот лепесток уже. И все, чтобы они по размеру соответствовали тем, которые вот вы уже сделали. Да, я думаю, что сейчас сюда и вниз еще. Вот так прокручу, и это будет достаточно. Все, достаточно для моего лепестка. Верхушечку можно самую большую часть вот так убрать. Эту немножечко в крючок свернуть и вот на обратную сторону повернуть. Здесь вот кончик можно сжать и немножко направить вверх, например, и расправить полностью наш лепесток. Он у меня вот так смотрится. Смотрите, его можно вниз делать, его можно немножко, ну, как хотите. Здесь проволокой, поэтому здесь очень легко. Вот, подставляем наш лепесток к моим уже готовым. Он уже будет у меня четвертый. И мне останется сделать только единственный лепесток. Вот. То есть мы их подставляем. Мы их вот так немножко подкручиваем. Здесь немножко оставлю кусочек. Если что, вот пятый лепесточек у нас пойдет вот этот кусочек на обкрутку. Вот что у меня получается. Вот, теперь остался один лепесток и, в принципе, этого будет достаточно для создания нашего красивого цветочка. Спасибо. Спасибо. Спасибо.